Мрачный, ты не прав по поводу того, что большая мышь для хвата просто ползну, то есть не коготь, а ладонь. Ладно, давай сконцентрируемся на игре. Так, а я ничего не вижу. Как это мышь? Молодец. Удачи для Сайфера. Да, пока Эйвел, собственно, первый фраг уже забомбил. Очень важно, против Эйвел первый фраг был. На Сайленсе? Ты вообще на любой карте. Просто сейчас пойду, он за красного поиграет. Ну да, не, но на Сайленсе, мне кстати, кажется, очень это важно, потому что когда ты забираешь... Ну здесь очень такой контроль, быстрый как бы, мега красный и шафт. Что пришло? У тебя фолл килл? Нет, не фолл киллера, за Эйвела фолл киллер 0. Так, прошу прощения, у тебя тут технический момент. Угу. Все, Эйвел загнал его в локацию с желтым. Ой, как Сайфер нагло играет. Но она тут не выйдет и дамбит. Ну да, пытался он дамбить, но рановато запрыгнул. Он, мне кажется, тайминга точно не знал. Сейчас как раз, нет, решил не искать. Он отступает на желтый Крейло. Все, Эйвел как бы трон взял. Теперь он пол карты контролит и не даст выйти ему просто на центр. Сейчас вот эта игра ВВП начнется. Ну, кстати, вот спрашивают чатики по поводу магии Эйвела. Вот вы просто посмотрите за тем, как он передвигается. И что, как вообще он, как он ведет бой. И вы сами поймете эту магию, магию игры Эйвела. Напрасный момент, это еще раз отыгрывается. Нет, ты знаешь, у него все-таки особый такой стиль. Ой, хорошо, Сайфер снизу такой подконтролил. Убежит, убежит, убежит. Убегает. Ну, кстати, да, круто так получилось. Он резко вышел из джампера. Очень неплохо получилось. Вообще, когда безарморный Сайфер. Для зеленых ему вообще хотя бы один зеленый взять, чтобы два рейла выдержать. Не до рейла. Может быть, красный возможно украсть? Кстати, красный мог бы сейчас попробовать. Через руки джампу уйти, прям от стенки. Оп! Ой, ой, ой. Орновили. Вот это поджим, да, вообще жестенько? Ну, хорошо, но нет урона, потому что сейчас он бегу сможет умоложать. Кто-то попасть, попасть надо. Нет, надо просто, да, вот. Хорош. Великолепно, великолепно. Здесь действительно прилетело. Все, берем рейлы, через верх выходим и рейлим. У тебя фоллокиллер один? Ой. У меня Эвил. Ха-ха-ха. Ширка-ширка. Ну, просто пока подчередуем, как бы, карты. То есть, следующая Сайфер там через одну вот так. Да не надо фоллокиллер включать. Не думаешь? Конечно. Тут оба достойно. Ну, так и в этом и смысл, что каждый может закомбэчить, если кто-то там проигрывает или выигрывает. Если бы, смотрите, смотрели бы ЦГ поллокиллер один, мы бы сейчас смотрели бы Зайвил, да, там, или Зла Сайфер, да, он последний фрак взял. Но, предположим, сейчас вот Эвил его убивает и будет вести всю игру. Не закомбэчил, мы как бы за него не посмотрели. А если закомбэчил, ну, короче говоря, в общем, я что-то сам запутался в своем объяснении. Но, мне кажется, в этом есть. Ха-ха, лоу. Ну, Эвил прям догадал, куда он выйдет с латочкой. Ну, они сейчас абсолютно одинаковые. В принципе... Ё-ё-ё, Эвил не дал вообще привычный. 16 кп минус от Сайфера, красава вообще. Сейчас минус еще раз Сайферу, Эвил будет, скорее всего. Там можно Шотган принять, ему нужно быть очень аккуратным. Может быть лучше с Рейлом, надо было Рейлом. И Рейлом. Ну, здесь уже чуть-чуть остался, но хп еще. Он там просто сделал... Ооо, жоденько. Там он сделал просто джамп после красного. И его невозможно было подрегивать. Здесь он так четко знает, куда сразу прицел наводить на Стрей. Ооо, какой прием для нас телепорта, да? А он, кстати, умеет Сайфера принимать вот на этих аркадах. По-моему, один вообще из немногих игроков, кто умеет так делать. Как Сайфер Аркадин. Да, Сайфер, кстати, Аркадин достаточно сильный. Три секунды до Рейда. Ой, ее, могло здесь залететь, но не залетело. И можно сейчас Сайферу? Можно, 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 можно. И все равно можно, но в втором этаже пока ты стоишь. Под контролей, да, ты имел в виду? Да, сверху очень сильно здесь решает общего уровня. Вот этот, вот там, второй, третий, да, на каком-то, смотри, даже стоишь. Сверху можно напихать. А здесь вот не нужно с ним стреляться. Ой, ой, ой. И сейчас красный не забрать, в общем-то. Понимаете, написать так? Сверху сразу смотрел на падение. Просто как комик. Да, да, да. Просто прочитал. А если бы Рейл был? Реально сверху или Базулкой бы подконтролировал? Да, да. Вот это гамбит. Рокиджамп. Правильно. Уходи на желтый, пожалуйста. Что ты делаешь? Уйди на желтый. Пытается, пытается напрячь. И реально зря, потому что желтый вот он забрал бы там. И гораздо это больше профит дало. Конечно, это сделалось. Ну там просто можно было еще Рейл поучить от Эйла за такие наглости. Ну да. А самому, если бы он забрал желтого, он мог бы пытаться, когда с красного игла бы выходил, где-то его подрейлить или что-то такое организовать. Сейчас Эвил будет. В Телепор зайдет. Красный появляется. Назад, отступай. Снайпер, Рокиджамп. Тридцать над ним. Что он на красный-то не идет? Вот что сейчас вопрос. Он чувствовал то, что он с одного Рейла убивает. Ну там он ушел на желтый. Желтый полтинник уже там был. Ой, сейчас врыв Эвила минус Сайфер. Это жестко. Вот он не забрал этот ряд, потому что там замешкался. Пошел туда пытаться его подконтроливать. На самом-то деле. Ой-ой-ой, он какой-то, да? Да-да-да. С стеночкой просто. Так вот, оп. Ну, кстати, мув, мув реально очень хороший именно в этом. А еще фишку, если кто не знал, если к стенке прижаться и идти пешком, просто мув вперед нажать, то как бы динамика квейка позволяет быстрейти. Угу. Кто не знал, по стенке быстрее передвигаешься, прижатым к стене и... Влокную, да. Да. Сейчас зайдет в телепорт и убьет. Ааа, сейчас все-таки на дистанции. Ну здесь Эвил очень хорошо на такой, на дистанции, на дальней играет. Рейл на рейл. Да. Мне остается то две с половиной минуты, десять-три, пока Сайфер проигрывает первую карту. Напоминаю, что это Бо-7. Ну здесь надо очень срочно ему на рейл выходить и через верх дамажить по разу. Тысячу рейлов надо, тысячу рейлов. Хе-хе-хе. История тысячи рейлов. Вот щас, вот щас, шанс. Слушай, какой Рокет Сайфер, ну блин. Тут рейвил просто так страйпится по-царски. Да, вот Додж вообще просто великолепнейший от рейвила всегда. Не знаю, как он так перешел эту грань. Такой, сразу. Кулавил остался. Да, да, да. Вот это, кстати, удивительно. Если ты помнишь, Шевел, в общем-то, в ОСП не особо выделялся, как бы, супер, там, тащамбой. То есть, ну такой был игрок, сильный. Но не сказать, что прям всех рвал, да? Ну растет парень. Да, да. Вот в Кулаве просто божественный скил у него. Всех тащит. Ну нас побеждал Кулер, конечно. Но здесь он что-то вообще неимоверное творит. Да. Ну это я думаю, что Сайфер просто сейчас доиграет карту. Чисто с тем условием, то что это финал. И выходить просто не красиво. Ну да. Ну и разыгрались. Ну он против Паши разыгрывался, так-то. Неплохая разыгровка. Да, Сайфер здесь уже все понимает, что силу не надо тратить. Вот с этой делом такая фишка, короче, вот на определенной дистанции, значит, это шафт, да? Ну вот дистанция шафта не ближняя, а как бы уже... И вот, значит, Railgun, да, дальний бой. Это все, давай, до свидания, страна. Лучше с ним даже такие вещи не делать. Вот прям впритык подходишь и как баран вот на сотку урона... О, какие тут рылы, а? Жестко, жестко. Вот это, кстати, именно перемещение. Обрати внимание, он как ты правильно заметил, когда там спрыгивал Сайфер. В общем-то... В этот раз, да. Видит, видит эти моменты и как бы уже стрейфится. Он не то, что он как бы там переходит на позицию и поворачивается для того, чтобы контролить, а он прям перемещается сразу. Такое ощущение, как будто он отдельно мышкой и клавой работает. Наоборот, не синхронно. Почему как бы ему логично было бы стремиться, да? Синхронизировать свои действия. То есть передвигаться и наводиться. Целл заранее наставляет уже на ту точку, где как бы модель в пикселях вылезет. Да, 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 да. И просто как бы туда подконтроливает. Это, конечно, удивительное свойство его. 1-0 повел по картам Эвил. Айди, что ты имел в виду? Я не понял. Ну, в общем-то, нужно с ним бодаться в ближнем. В ближнем бою. Здесь он перестреливает просто. Получается, если ты в варморе проигрываешь, то он тебя перебревает. Причем без разницы какая абсолютно позиция у одного, что у второго. Господи, пожалуйста, аэроволк, пожалуйста. Да, 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 да. У меня просто громко очень слышится, поэтому ничего. Но я тоже хотел бы посмотреть на аэроволк. Реально это было бы круто. И смотри, Сайфер Рейди, да, потому что же лузер пик карты. Кто проиграл. Поэтому он будет сейчас у нас аэро, вторая карта. Ну посмотрим, Алексей, который просто божит на аэроволке уже 5 лет. Да, да, да. Ну напоминаю, что Павло проиграл только что в полуфинале. Ничего страшного. Так, ну и мы смотрим за Сайкера. Всё прям идеально складывается. Решил 150 шапта взять? Интересный выбор, да? Подождал, послушаем. Так, получил вообще за халяву. За что? Дешеврес, как говорил, там помидор на дом стрима. Второй раз хоть не получилось. Минимум урона! Зачем Рейл? Лол, что за... Он уйдёт на мигу. И ушёл. Сейчас мигу заберёт. Хорош. Цепляется в Эвела, отлично. Можно сейчас здесь заминусовать? Он весь армор отжал. Ты видел, кстати, он когда выпрыгнул через решётки, там в конце был пиксель виден. Эвел там вышел контролить на эту сторону. Не испугался. Да, да, да. За арморную. Воу, воу, можно отогнать. И Рейла давить нет? Нет. Ну нормально. Решает, да, стэк взять ещё. Ну ничего. Сейчас дожмёт. Сейчас додушит. Оп, повёл. Нычу. У нас, значит, на повестке жёлтый там, да? Угу. Да, жёлтый. И мега, да. Так, есть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, долго переключался с рейлганом. Здесь можно нахвататься в этих узках. Сейчас надо на рэд идти. Да, лучше взять рэд. Не надо вот этих вещей рискованных. Что это было? Я не понял, то ли какой-то хэкджамп или что. Ой, как хорошо попал. Лоу. Чёртся за ногу. Лоу, 36 на 50 осталось там. Вообще же снег. И всё. Сейчас вот с помощью рейла. Ааа, хорошо. Может быть они развинутся? Уйди на красный софет. И не ушёл на красный. На. Ещё. Он прям не боится. Смотри, там с вуманил рейлом своим. Здесь подрейлишь? Да, ушёл наверх. И, блин, это беда, потому что... Сейчас Сэвил просто протанчит этот красный армур. Да, да. Ходил? Угу. Ну, смещается Сайфер и понимает, что не побороться ему заорать здесь. Ну, и за Мегу, собственно, тоже, я смотрю. Эй, конечно, неприятно. Бля, Алексей. Да, там уже ничего не сделать. И причём там, я не знаю, 25-то есть? 2,25. По-моему, там их нету. И у него вообще не должно, вообще щит должны быть. 58 на 0. Один рейл. Ну, ты что так медленно? Ты ведом? Как вообще просто затупил. Рейл-то затупил. Ладно, вопрос в том, что почему Сайфер не стрелял с базуки. Кстати, подлак сейчас был у Сайфера. Пролагало его. Может быть, его обоих тогда пролагало. Может быть, а может быть, и у меня пролагало. Ну, всякое бывает. Мега сейчас появится. Можно отжать. Хорошее попадание. Директом залетело, но не смог продолжить серию. Да, куда-куда. Кстати, Мегу не понял, походу, Эвил, что... О, ужасняк. И прямо в это окно. Вообще такой подонок, ты посмотри. А, ты им сейчас Сайфер вон. Брод, дай одну. Блин, ведь он волнуется и кричит так же, как и мы здесь, собственно говоря. Потому что не попал вторым директом. Хотя, ну, настолько это должно быть для него дефолта. Да что за бред? Почему он... Я не понял вообще, что он делает. Ну, он красный, Стан. Ну, да, красного хотел убить. В итоге все промазал. Волнуется. Сейчас он просто в тюрьме находится. Ничего не сделать. Он сейчас займет... Ну, стандартная, да, игра на Аэроволке. Это позицию на красном. Будет попробовать отогнать. А, безарморная Эвилюшечка, безарморная я. Эвилюшечка, самое время Сайфера. Хорош, красава. Кошечка, сбрил, 4-1. Да-да-да. Отбивай первый фраг, хорошее попадание. Сейчас еще один фраг должен быть. Великолепный. Ну, сейчас небольшая серия должна быть от Сайфера. Конечно. Слышит появление еще раз. Смотрите, уже 4-3. Нет, нет, если никак не достать. Ну, сейчас можно красный попробовать пробить. Можно через руки шамп? Только очень аккуратно нужно сейчас сделать. Хорош, отличный Рейл. Да, бомбит, бомбит. Реально бомбит сейчас у нас Эвил. Ой, Сайфер, Эвил. Ха-ха. Смотри, стек-то есть. Можно здесь попробовать, собственно, заминусовать. Танцы на бубнах были вообще какие-то опасные. Да-да-да. Ну, с Эвилом вообще все танцы на бубнах опасны. Такими бы они не были, минус от Сайфера. Хорош. Все, вадевайся в одно время. Самое правильное, надо контролить. Блин, уже Эвил занял красный армор. Ай, Роги шамп не получился у Эвила. Вот это фейл, кстати. Удивительно даже, что не получился. Ну, а что, все, человеческий... Отлично, кстати. Отлично сейчас все сделал Сайфер. Заставил идти в телепорт. И заберет сейчас красный. Может, он не уйдет отсюда? Да, это сейчас пока преимущества не даст. Нам сейчас нужно очень предельно аккуратно сыграть. Очень. А он сам себя запер. О, беда вообще. Ой, вылез, вылез. Почти сглазил я его. Сайфер на самом деле выдал тем, что он случайно попал в эту в арку и продамажился. И там он заорал, и Эвилу было понятно, что... Да, что дэмэджи там, да, что хелсы мало. Согласен. Контракт. Кстати, Сайфер-то ведет в счете. Ну, в вел. Сравнивается счет у нас. Мега за Эвилом и респ не попал, лол. Ну и что? Ничего страшного. Сейчас он там желтую... Ауч. Все, уйди, 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 уйди. Там над телепортом что-то стоит? Да, да, да. За желтым, может быть. Хорош. Интересный мусс такой. Очень боится. Смотри, он даже не идет на желтый. Настолько он боится Эвила. Не, ну тут как бы у него такая стрельба, и стэк-то сейчас хорошего Эвила. Как его не бояться-то? Если он без стэка такое делает. Как это вообще? Ну, Саша, ну ладно, на проекте. Минус от Эвила очередной. Такой рез, в общем, он уже в притык к нюх подошел. Ооо, жесть. 157 на 14, там, я, собственно, на 114 стал сказать у Эвила. Можно раскидать, можно! Хорош, хорош. Ну, врываться только не надо, это слишком, мне кажется, опасно сейчас было. Оба промакиваются. Хороший мув от Сайфера, сейчас можно прижать, отлично! Вот это вообще аркадник, вот это аркадник! Ну, ты знаешь, тут сложно сказать, насколько аркада, потому что ведь Эвил понимал, что сейчас нужно будет контролить красный, и Сайфер это тоже понял. Он просто здесь, мне кажется, Майн Геймс сыграл. Да, может быть, может быть, да. Ну, он оправданный, аркада оправданный получил. Ну да, у него, собственно, и времени-то остается немного, ему по-любому надо пушить уже. Нет, время еще пока... Нет, 3 минуты. Ну, по крайней мере, выбил сейчас его из вот этого тайминга. Угу. Отлично! Вот, ты считал, там, фу, прицелик уже правильно наставил. Красавчик. И, до конца, до конца, до конца, до конца! Отлично. Спаун, слышим. Желтый не забирает, но это размен на Мегу и размен на фраг очень важный сейчас для Эвила. Ой, для Сайфера, блин, ну... О, желтый вообще просто подвел, такая подставуха. Если сейчас у трейл еще попадет, он выживет. Отлично! Там на аптечке он выжил, лоу хп у Эвила. Тут что? Красава! Вот это, кстати... Сдался, это нервы, это нервы. Кстати, ты видел, он так не вышел сразу с лестницы, он именно подконтролил под окошко, и там даже закрывала нижняя планка его. Ага. Хороший директ. Минус Эвила, отлично. Ага. Вот это вот за компейшем, он. Слушай, ну это другой вообще, аэроволк не такой, как он сыграл с Пашей. С Пашей менее такое было. Болеем за красивую игру, ребят. Спрашивают в чате. Ну да, наверное, я просто ярость болею за Инушевского. Ну, я, честно говоря, болею реально за красивую игрушку, чтобы побольше карт было сыграно. Болеет тогда за, я его... Ну, тогда он выиграет. Я думаю, сейчас еще немножко ему прибавить в этих самых... Ну... Те, кто из него будет болеет, да, он потащил. Чтобы не сглазить. Ну, ты знаешь, не скажу, еще, собственно, минута остается. А, в смысле, ты имеешь в виду, что Сайфер не отбегает? Нет, да. Ну, если на желтом будет морозиться, то да, на самом-то деле. Если сейчас сильно отдаст стэк, то дожмет по-любому. Может, по телефону как-то не было. Наверх, Рокет, посылай. Хорош, хорош, попал, отлично. Уходить только в телефон не стоит, да? Страшно, блин. Жесть, как он прочел сейчас, да, вообще? Рокет, жамп. А ты вела? Нет. Включает шафт. Сайфер говорит. Стоп. А что с красным? Может, Рокетжамп сделать? Забрать красный? Ну, сдохнет. Да не, не, уходить нужно по-любому. Сайфер, отличный директ. Ой-ой-ой, торопится. Вот сейчас поторопился с этим выходом в телепорт. Оп. Все, он отсюда не выйдет уже. Ну, пока не услышит, конечно, оппонента. Ой, смотри, как он пошел по литвике. Ай, 25 секунд остается. Ой-ой, убрал. Отличное попадание, кстати. Ракет, ракет. Держит паузу. Можно рейлом одним убить. Попытный хороший директ выстрелить, да. В общем, я там... Ну, нет, гг. Короче, 5 секунд. Красава. Красава, красава. Кефир катнул на второй карте. Джи-джи. Давно, Эвилл, не проигрывал, честно говоря. И 1-1 багар там становится. Я напоминаю, что БУ-7 сегодня. Не сегодня, а конкретно этот матч. Жёсть. Просто жёсть. Рысы выиграл. Да нет, на самом деле, крестьянский стайл, он всегда побеждает. Не, ну как сказать, на самом деле, всё-таки преимущество тут Сайфер получил достойным образом. Кстати, скакнул сейчас у него пинку Сайфера, там 80 на 50 было. Ну, сначала 80, потом... Все уверены, что Эвилл всё равно победит? Ну, я не знаю. Ну, ты так болеешь за Сайфер, мне реально надо болеть за Эвилл. Но если я чуть-чуть буду болеть за Эвилл, то он точно затащит. Потому что мне кажется, что это может повлиять просто телепатически сейчас. Потому что Эвилл, ну, Сайфер просто, ну, не знаю как, ну, лалах реально выиграл. Я просто болею, знаешь, почему за Сайфер? Потому что он послабже за последние полгода, чем Эвилл. Он не может у него выиграть. Да, 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 кстати. Тут такой ивент. Так, за Эвилла мы смотрим, да? Давай. Затончик за Эвилла. Смотри, встал и шардинка контролит. Зачем спрыгнул? Ну, у него бывая, конечно, методика, но по-моему, да, чебная. Ой-ой-ой, гранату промазал, я его очень сильно зарешал, он не закрыл проход. Смотри, видишь, вот Сайфер, он не контролит респаун внизу над Рокетом. Это ошибка про игроков. Там респаун 60% случаев постоянно. Ну, понял, дети, я тебе понял. Ну, да, да, да. Вот Рокет. Почему он не контролит? Там же 60% на Респ. Можно просто топку на халяву ваткнуть. Угу. Все. Сайфер решил собирать вразмен. Хороший счет! О-о-о! Семьи скота всего, да. Молодой человек. Ой, ну там Эвил прям почувствовал уже плоти. Да. Ну, то, что, в общем-то, убегать ему надо, конечно. Не стоит это делать. Напрямую-то так на шап бежать. Ну, сейчас полтишок. Вот теперь можно полтишок прочекать. Пойдет телепорт? И вот так вот он решил в обманочку сыграть, типа. Кстати, интересно, да, Эвил так, ну, в обратку шел? Да, в обратку. Уже подумал, что он не зайдет просто. Такс. Какой хороший днаминг сейчас у Сайфера. Один желтый он отдаст. Верхний желтый, кстати. Я бы запрыгнул бы вот сейчас бы на балкон, и потом через верх пошел бы красный. На месте Эвилла? Нет. На месте Сайфера. Так а что ему? Он же там на верхнем желтом был, на желтом на флазме. Ему просто нужно было выйти. У каждого свой стиль. Нет, а откуда ему делать рокет-джамп, если он вот здесь находился? Ему нужно же просто в проход дону выйти. И это еще один копилку Сайфер сейчас бракует. Хотя он уже не идет. О-о-о, хорош. И тут мега-хелсик. Иди, руки-джамп, сделай наверх. Нет? Раскидка гранатами прям в пятки тут попала от Эвилла. И как он рейлом там достал, непонятно. Хорош, здесь врывается Сайфер, и минус от Сайфера. Причем, ты взял два рокета в одну точку. Что, пора уже болеть, что ли, за Эвилла? Я что-то не пойму. У меня стул скрипит, я прошу прощения. Ха-ха-ха. Хорош, здесь базуха попадает, но сразу же Сайфер заминусовал. Как столько шафта вошло, честно, я вообще не понимаю. Почему? Он прямо бежал просто, прямо на шафтную струю. Директ, кстати, залетает от Эвилла. Красный появился, сейчас нет тайминга у Эвилла на красный. Вот в чем реально его проблема. Сейчас его забирает Сайфер, еще больше сбивая Эвилла. Вообще он теперь не понимает, когда там что появится. Что, сейчас, на данный момент, одна мега у Эвилла, и один красный на всю игру. Да, это тяжелая такая ситуация, но это вот начало, то самое начало, которое каким-то странным образом, когда он пошел на шарды зачем-то. Что, чушь такая-то. Эвилл на одну секунду не успевает, это обычно бывает. Ну да. Хорош, поконтролил, видит красный, сейчас получит тайминг на него. Ничего не сделается. Ушел на желтый, я думаю. Можно встать тут, на центре, постоять, по-агентски, нет? Ты смотришь за Сайфера. И, кроме тебя, я смотрю за Эвилла, поэтому я не всегда так понимаю, о чем ты говоришь. Ну, мы же предвещу, когда карту смотрели за Сайфера, правильно? Я тут так вот сделаю, а на камбэк будем смотреть. А, окей. Просто камбэком вообще близко даже не помню. Ну, пока да, пока... Ну, сейчас только красный смог отжать. Не-не-не, смотри, поглотил. Полтюшка нету. Почему? Вот Сайфер раньше постоянно потом шел через верх рейли. Почему он так сделает сейчас? Времена меняются. Да, ну, прям совсем поведение у меня с игровой. И... Вокруг колба, конечно, не сдается. Да, потанцевал вроде бы, но... Еще Рейл. Мега, кстати, лежит, и если... Но Эвилл даже не знает этого. Но он понимает, я думаю, что раз Сайфер туда ломанулся, то, собственно, Мега. Я думаю, что сейчас есть некоторое понятие о тайминге по Эвиллу. Понимает он, когда что будет появляться, забирает желток. Так у него сейчас 100 армора есть. Если он потенциально сейчас на красный выйдет, он может дать хороший бой. Ну, сложно сказать. Вообще, у Сайфера, я думаю, там 200-200. Или близко к тому. Ну да, сейчас тут особо с ним не поборешься. Ну пусть тогда возьмет второй желтый, нижний, и потом еще раз на плазме заберет. Ой, хороший сейчас попал там Директ, не дал выйти на Мегу, пытается Эвилл... Ой, слушай, это Мега, за Эвиллом будет. Так, я Эвилл включил. 200 на 150. И пятая минута. Еще есть время. Так вот, пошло, да, дело у него. Здесь просто, конечно, ЗТН, он такой красивый тоже. Я называю это стратегическим. Стратегическим. И перебрел Эвилл. Ооо, выжил. Как он попал этот Реал вертикальный. Хорош. Да, Эвилл, наверное, Сайфер, великолепный Реалган попал, но добил его все-таки Эвилл. Мега, правда, за Сайфером, красный за Эвиллом, и полкишок бы прочекать ему. Прочекать сейчас. Да, он забирает полтинник, выравнивает себе стэк. Нижний желтый сейчас будет появляться. Зачем? Он пытается что-то поймать его где-то. Да, пытается понять, собственно, где Сайфер. Блин, вот просто... Он вообще не туда смотрел, но как четко он навелся, это, конечно, вообще поражает. Эвилл, да? Да, да. Красный лежит. Размер. Ну, сейчас, вот сейчас он пока... Вот, все, теперь уже красный не забрать на халяву. Вот, на самом деле, это... А, вот, это прекрасство у Сайфера, потому что он может отштрафовать. Ну, понимаешь, тогда у него был стэк, и можно было быть отштрафованным и не умереть вот здесь. А так получилось, что он попытался порылить, Рейлами не попал, прыгнул, забрал вроде красный. Но это единственный плюс, который он получил в этой ситуации, потому что он не отдал Сайферу красный. Вот и все, как бы. А, ну, был минусован, хотя мог все забрать и уйти спокойно. Да, надо было про 40 рублей в этом моменте. Да. Вот, там, Рейлганов. Поверил воинка все равно. Угу. Неплохо поддамажил, не сильно там, но неприятно. Так, слышно, Эвилл слева находится сейчас. И так на лыжах забрал без дамажа. Тут три минуты остается, Сайфер просто может, я не знаю, по низу походить. Не надо, не надо, не надо, Сайфер! Ооо, опасно. Как тиреки вообще? Сейчас танцульки начнутся. Ну, идет Сайфер, значит. Гранат, кстати, не было, чтобы откидаться. Эвиллу, да? Да, да, гранат не было. Под контролем, чтобы... Ооо, не промазывает здесь Сайфер, на удивление. Не, ну реально такой должен был вроде попадать. Я думаю, он стоял там вроде как давно. Целился, выцеливался. Ну все, Эвилл сейчас закончил, пойдет, конечно. Ну уже да, уже времени мало, конечно. Ну посмотрим. На сцене всякое разное бывало. Так видно, что нету Плазмаганова. У тебя кто сейчас? Не, Эвилл, минус Сайфер. Не, 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 убежал. Да что такое, рейл не попал. Еще один рейл. Не попадает рейлган, это грустно это. Тоже второй не попал, да? Да, да, оба рейла мимо. И вот эта сейчас последняя цикличность красная просто по аргаде оставляет. Надеюсь, что поймает Сайфера. Ну Сайфер что-то не сделал, что-то будет за красную прыгать. Да, 7 фрагов отжать за примерно минуты 45, это, конечно, грустно. Эх, еще. А, Сайфер отвечает по щам. Минус от Сайфера. И сочечина бросала. 70% у Сайфера на рейле. Ну у Эвилла как-то совсем грустно, 30-очка. Ну здесь видишь, от позиции еще дают. Не, ну в каждом моменте это да, как бы, но вопрос в том, что тут как бы они в равных условиях относительно этого. Как бы, они каждый могут занять свою позицию. О, ну тут уже, мне кажется, сдался Эвил. Это да. Что-то пишет явно. Не, не пишет. Ну как, Сайфер такой выходит, подвенесовывает. Смотришь, а вообще, как бы... Там рейдж, наверное. А приори-то, карта Эвилла. Ну да, да, я говорю, там, наверное, рейдж сейчас. Просто клавиатура ломается и достается новое из коробки. Знаешь такую историю, когда играл Эвилл на Квейконе, по-моему, на Дримхаке. Ну-ну. Где он проиграл Рафе. Это, по-моему, Дримхак был. Дримхак, по-моему, был. И тема такая, он там паузу на ДМ13 поставил, помнишь? Может быть, да, что-то такое. Короче, третья карта была. 2-0 ввел Рафа. И третья решающая была. И Эвилл на второй минуте на ДМ13 поставил паузу. При счете 1-0 в путь Зурафа. И он настолько, короче, перенервничал, или что у него там, я не знаю. Ну-ну-ну. Это, что он, как бы, на себя тянул клавиатуру, то, что она у него соскальзывала с ног. И он выдрал кнопки. Да ладно, все. Что он там? За таймаху, да? А, за таймаху. Жесняк, жесняк. Ну, там, конечно, нервы просто дикие. На Дримхаках, на Квейконах это, конечно, просто огромнейший стресс. Это вам не на ладне сидеть дома тут в кресле, скрипеть креслом и попивать чаек и так далее, и так далее. И это реально серьезные зарубы. Ну и, между прочим, 2-1 ведет Сайфер. Так как это Бо-7, соответственно, 4 карты нужно отжать. И кто, собственно, первые 4 карты отожмет, тот, в общем-то, и чемпион. Ну, я думаю, то, что у них ровно сейчас боится. Ну, мне кажется, тоже, что... Ну, сейчас злой. За тайм-то проиграть. Я тебе говорю, там... Там клавиатура меняется, или мышка точно, что-то там. Когда он остановился, это, знаешь, такой, как бы, момент был. Это жестко. Там Ситахэн пишет, что яйки не страдают. Как? Конечно, не страдают. Давайте, давайте. Все на клавиатуре на колене. Ага, я на вас потом посмотрю. Не, я не говорю, что... Как ты держишь клавиатуру на колене, что у тебя яйки страдают? Не, ну как, ну, смотри. Ну, если ты ее ставишь, сразу может, она тебя не прям там на колене. Ну, я как бы прячу. А, то есть, такой щиток можно одевать, или... Это мне армор, у меня все под армором. А, ну, это нормально. Между бегой и армором, я выбираю армор. Прижимаешь, ну, поглаживаешь там, да. Вывел яйки стальные, поэтому ему не страшно. Ну, возможно, возможно, есть такой вариант. Это, конечно, да. Слушай, что-то у меня долго заходит на сервер. Какой-то вообще бред. Ой, лол, слушай, там, если... На батл форже всякие, поэтому у тебя так долго. А, слушай, у меня что-то там, если они... Натали карту. Там уже все зашли или нет? Да. Слушай, погоди, напиши, чтобы они не стартовали. У меня что-то не заходит. Короче, походу, надо выгрузить клачан. Я зашел или нет? Уже стартанули? Нет, 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 нет. Нет, я попросил подождать. Вылетел Квейк. Лол. Давай-давай. Давайте-давайте, сейчас запрыгиваем. Тахэнд выиграл ЗТН кефира. Ну, батл форже я вообще не уверен, то, что здесь... Ну, по последним статистикам... Хотя... Ну что, ты думаешь, Сайфер не затащит? Он взял одну победу-то у Эвила, по-моему, на Баттлфорже. Взял-взял, да. Ну, тут недавно было просто чемп одной карты, и он одну победу взял. А, ну они там играли БУ-3, то бишь три раза этот самый, да? Так, ребят, напишите, пожалуйста, все ли в порядке с захватом, видите ли вы картинку? Да, давай я посмотрю. Да, все, все нормально. Смор, спасибо. И поехали за Сайфером, мы сейчас смотрим. Давай. Сразу-сразу тут борьба красный пытается отжать Сайфер в первую очередь. Омегу. Давай, пошел шахтец, ну ура! Не нечем, нечем было. Че, как-то не понял, вроде там че-то походу, тут под насалу уже срок 6 к 0. И бродный дьяволь, скажи, слушай, а 6 к 0 осталось, эвил. Так, пушка, шафт лежит. У тебя фолл в киллер стоит ли? 0. Ну просто, чтобы понимать вот именно, как дроп отыгрывать. Смотри, интересный мув здесь делает Эвил. Будет заходить в спину сейчас Сайферу и получается у него это сделать минус Сайфер. Блин, он на сотку не пропал. Ну он там кружился вокруг него, конечно. Ну как, ну так, Сайфер, ну ты с чего? Ты же раньше был самый вообще best of the best, аэророкет. Что это с тобой произошло-то? А, подожди, за Сайфером надо смотреть-то наоборот. Ну здесь не попасть, не высовываться, лучше вообще. Если мы даже смотрим за чувака, который проигрывает, то мы, собственно, ощущаем всю жесть и напор того, кто его выигрывает. Поэтому не волнуйтесь, что cg follow killer 0, в этом нет ничего такого. Ну на данном, конечно, матчапе, да, потому что тут два титана играют. Ну да, как бы, когда какие-то групповые там стадии, я ставлю один, ну потому что там непонятно кто, чего, и может быть там вообще там беспробудное мясо 20-0. А здесь все-таки серьезные игроки, и каждый может вытащить без проблем. О, походу гаган. Смотри, мегу, мегу, забирай. Слушай, ну это вообще хорош, потому что по шансам сейчас убить, собственно, Эвила. Главное, на красный грамотно прокраситься, шафтецкий пополняет. И, ну смотри, он будет выходить со второго этажа. Ой, не зашла первая базука, но красный еще не появился. Минус Сайфер. Да, жестенько. 30 хп осталось, на платежок спешит. Ой, и Сайфер что-то там ступил, долго рейл брал. Можно было попытаться здесь это контролить. Хокс говорит, что Титан здесь только Сайфер, а Эвила по 8 плей. Ну что-то в этом есть. Да, да, да. Просто огромный привет Да, я тоже Не старался, приветствую Желток здесь за Эвелом Ой, за Эвел, а почему за Эвелом? О, развели меня, пацаны Не доконтролил Так, валевайся в одно время Можно, в принципе, на размещение Выровнять ситуацию О, жестенько Задержался, задержался там Сайфер, мне кажется Ну, он по таймингу сыграл Ну, он пытался, мне кажется, просто Именно Эвела по максимуму Надамажить Уже появилась Мега, то есть он мог Отпустить, собственно, Эвела там и не пытаться Проконтролить, контроль-то, кстати, не прошел Так, тут ему нужно, короче, сейчас Рейла попадать, потому что, как раз, он вообще Никогда же там бой не даст Ну, на рейнже, на рейнже, вот здесь Эти румы Вот так, давай-давай-давай-давай-давай Волнуются Так, желтый лимик, желтый лимик, желтый лимик Сайфер, давай, прочитай это Молодец, по-кину, желтый, ты че ты лишь? Быстрее, быстрее Сайфер Так, хвалишь, прикольно, ничего Красный сейчас появляется, кстати Эвела там, Эвела там есть Отлично, оплевушка пришла Ладно, придет, придет И вторая пощечка Слушай, ну сейчас непонятно вообще, куда бежать Потому что до всего долго Да ладно, даже за пятерочками за этим и пошел Поменяет позицию Кстати, вот сейчас можно красный забрать Отлично, откинул гранатами Главное, что вот он так закидывал их вверх Что казалось, что, собственно, не отступает Сайфер, а пытается пропушить мегу Да, мне тоже на мгновение показалось Ну это вообще грамотная тема На ЗТ, например, так же можно забрасывать мегу То есть ты можешь спрыгнуть Но при этом целиться как бы вверх, стреляя гранатами И будет ощущение, что они западают Как бы, ну, с гранат, короче Залагал О, 80 пинку у Сайфера Да, ну давай пока посмотрим, что у них тут Одна мега у Сайфера И четыре красных Ну контроль, в общем-то, за Эвелом И результат налицо, 4-0 Да, ждем, когда отлагает Кстати, вот, по-моему, за последние три выстрела Только Сайфер попал эти Рейлоганы 30% А, кстати, да Для этого ничего не мог сделать Только бегал По зеленым, по шардам Ну и вообще, вот он тусует в этой руме с телепортом Но это, в принципе, правильно Потому что он всегда может нырнуть в телепорт И, соответственно Телепорты очень решают, да И, соответственно, как-то сохранится С тебя килограмм пельмешек, 200 зрителей Приветствую всех, ребята, кто смотрит трансляцию Смотрим мы с вами финал 125 фпска Старта не будет сейчас, естественно Потому что пинг все еще Все еще жесткий Кстати, это сервер Эвел И удивительно, что Пауз это, в общем-то, не Бесконечный? Ну да Да, подставал Интересно, а у меня слетел, кстати, этот самый рейфри А почему так, время не заканчивается? А специально сделали, чтобы паузу поставили А, постоянную Да, да, да Рейфри обставит постоянную паузу Ждем пока отлагается Кстати говоря, по-моему, на этом самом На фейсите, на последнем Такая же ситуация была Третья карта, да А это какая у нас? Четвертая Сайфера ненадолго хватило На этот раз Ну там он две карты подряд Слевал, кстати говоря Чего он, чего он? Он две карты подряд Слевал И на третью он залагал Ему, ну, как бы Форфейт Тех пор, да, сделали Блин, вот это ТВНФС Блин, вообще Европейцы, конечно Я угораю Ну понятно Что он написал? Заипали Ну, ты можешь посмотреть консоли Вот этот ААА Который стример Он тоже стримит А это, случайно, не француз? ААА Да, да, да Это француз Как они знают русский? Ну, ну да И задрот и бани Которые я просто пересматриваю Иногда этот момент Я так угораю Когда они говорят Вэрис задрот и бани Когда там потом На следующих картах Киллз Блин, Сайфера играет Я думаю Господи, ну вообще Кравы А вот такой еще Типа это Ну, типа Я думаю, что это Типа Вэрри Прэйти Гуд Да, да, да Вообще Вообще Это же Европейцы, конечно Ну да Вот здесь Я думаю, что это Вэрри Прэйти Гуд Да, да, да Ладно Тут пока не на тайминге Я еще подойду Кстати говоря Бэйси, я надеюсь Недалеко отошел Потому что А, нет, нормально 70 Опять пинг Ну вот Скачет, собственно У Сайфера Это основная проблема Не то, что у него там 80 А именно тот момент Что Скачет пинг Соответственно Нету Некой такой Стабильности Которая, конечно же Требуется Сайферу Может быть Потом поменяют сервер Я не знаю Но Нужно Нужно Как-то Решать с этим Тяжело Естественно Сайферу Го Пока Норм Что-то А, у меня нету Этих самых Звуков На нажатии Гуд лак Гуд лак, ребята Погнали дальше Бэйси к нам Присоединится Скоро Отлагала Вроде у Сайфера Попытка здесь От Эвела наломиться Пытается он пушить И Немножко перевел Дух, конечно Сайфер Но Ой, опасный момент Хорошо он здесь падает Гранаток нету Нужно на желток Выходить Мега Слышит оппонента Пытается Ой, уйти Уйти нужно Уходит Сайфер Желтый за Сайфером Эвел пытается Вломиться Дает здесь Рейлган Мега Воу Хорошее попадание От Сайфера Немножко он Продефился За счет этого В телепорт Сейчас может зайти Нужно быть осторожным До красного Еще очень много времени И Сайферу Нужно уходить Минус Сайфер 5-0 Отлагало 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 У Сайфера Вроде стало получше И еще один фраг Набирает у Тевел Сразу пошел В прессинг Сайфер Видимо расслабился За это время Ну да Морально Немножечко сейчас Я думаю Там в клубе Вокруг него Народ сидит Я ничего не сделал тут Ну эту карту Вообще По-моему Без шансов Ну пока Да Пока Да Ну может быть Сейчас Закамбетчат Не стоит Сбрасывать За счетов Все же Сайфер Те же Рокеты Я такой помню На ДМ6 Рокет Класс Любодорго смотреть Давай Рокета На Аэре Просто На столбах Помнишь момент Блин Я честно говоря Не помню Как ты говоришь Но у Сайфера Всегда безумный Рокет был И очень много Рокет Минус от Эвела Желток конечно Заберет Но Ничего более серьезного Чем желтенький Пока что Сайфер Не получает Там Хокс Вангует Че Че Что там Что-то Хокс Вангует Хокс Сюда Еще Туаванга Да Но 5-0 То уже не будет Потому что Уже одну карту Отжал Сайфер Хокс Те кстати принимает Не хватило Все равно 30 на 80 Забирает Полкишок Эвел И в общем-то Выравнивает Выравнивает 5 секунд Миги Есть такое Небольшое поверье Если у Сайфера Все время Отжимать мигу И приходить на нее Заранее То он ничего не может Сделать Интересно Интересное наблюдение Надо бы посмотреть Насколько это Близко к реальности Рабочая Рабочая Обстановка 10 секунд До красного Хорошо Зажимает Эвел Смотри-ка Нет Я вкидается Оооо Минус Эвел Красава Просто по красоте 8-1 Правда 2 минуты всего остается Сейчас может быть Даже перебьет Мегу Может быть Даже возьмет контроль Но времени Уже слишком мало И Очень мало Вероятно Здесь что-то Нет Это В твоем стиле Георгий Геннадьевич КГ Георгий Геннадьевич Ха-ха-ха Георгий Геннадьевич У нас Так сказать Напускает Пелену На батлфоржет Все гуще Она ложится Так Некий туман Джи-джишки Обгибайте Георгий Все Ну кстати говоря По дамагу-то Они Близки Да Триста Триста Много Триста Многовато Да Здесь уже Собственные контроли Левелу Не нужен 30 хп Да Ну все Это конечно Уже Изначально Балалайка Был Когда Только Начали 60-50 Примерно Такой Ну такой Как и Есть То есть Как бы Пинк Сравнил Выравнился Закончил Кто-то качать Какие-то фильмы Или что-то еще Тяжелая Ситуация У Сайфера Ну там Батя Наверное У Сайфера Скачает Ему отдельный Выделенный Канал Сберил На картошку Всех Всех Конкурентов Всю картошку Фрик Которые Вообще Есть В Америке Все По картам Да 2-2 По картам Иже Впрочем Две Карты Даже Сайфер Вжал Не одну Что-то Самое Важное Что Он Затем Отжил Да Запамят Ну я Чего Боялся То Что Эвил Начнем Погой Это Слиться На него После Затем Ну 8-2 В общем То Я по-моему Злость Зла Ого Сам Думкин Заходит Обратим Внимание Давно Его не Видно Было Это Кто А Думкин ТДМщик Такой Хороший Эту Карту Хотел Меньше Смотреть Баттл Форн Жалко Что Она Не Самая Последняя По Списку Да Ладно Кстати Неплохая Мне Честно Гре Меньше Сайленс Нравится Сайленс Вообще Не Нравится Не Могу На него Смотреть Зеленый Токсичный ДМ13 Вот она Вот она Стратегическая Карта Твоя Ну я Согласен ДМ13 Хорошая Карта А ее Кстати Нет Туда Реально Эвил Так Написал А И Нет Вроде Типа Того Я думал И У Что С Глаз На Глаз Которая Да Блин У меня Слетела Рефери Всех Всех Кто Выступает Всех Всех Б Мьютил Привет Сегодня ТДМ Будет Не знаешь Пока Нет Инфы Я Не знаю Надо Спрашивать У Там У Кого Нибудь Но Насколько Я вижу Кулера Онлайн Нету Они Обычно Около 12 Уже Начинают Нарноват Они Начинают В 12 Ночи Ну Да Не Никого Нету Паши Нету Фортуна Нет Скорее Аня Фортуна Есть Но Павла Нету Скорее Сего Не Будет Ничего До Пятницы Обычно Ничего И не Играет Вроде О Я Рефери Ура Я Рефери Уи Ви Сейчас Кого Замбютить Так Т7 Тут равные Шансы Хотя Я Конечно Всегда Отдаю На Т7 На Ара Волке Предпочтение Сайферу Потому Что У нее Более Здесь Обточенная Просто Стрельба Ну Не Знаю Не Знаю Да 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 Вот Смотри Смотри Сейчас Посмотрим Что Увидишь Как Он Начнет Как Просто Релеф Как Тигр Давай Я У Сайфера А я Уявил Бома Потому Что Предыдущая Была За Сайфера Но Все Но Я Думаю Мы Все Увидим Немножко Здесь За Фейлил Смол И Второй Раз За Фейлил А Сайфер Это Понял Ну Смотри Желток Кстати Все Рано Отъел И Смол 150 В общем Вернее Шафта Это Очень Важный Момент Он Получает Шафт Но Разменивает Его на Красный Не знаю Что Как Дальше Еще Один Рейл Попадает Сейчас Эвил Сейчас Мегу Можно Попробовать Забрать Эвилу Воу Воу Трешечка Может быть Может быть Может быть Ааа Красавчик Дотянулся Сайфер И В общем Повел На Т7 1.0 На Т7 Очень сложно Отыгрывать Фраги Такая Как я Говорил Больше всего Наверное Похож На Т7 Вязка Вязка Да Так Подлетит Шкериться Итак После Вот Этой Желтой Нужно Через Верх Ити Пожалуйста Иди Через Верх И Через Рейл Ну Куда Шушь Беларуси Сегодня За Аур Как Сегодня Сказали Это Потек Кефир Я надеюсь Что он еще Не потек Что все В порядке Сейчас Красный Будет В общем-то Нужно Эвелу Возвращаться На Эд Уже Шансы Да Уже С Варега С Валиваться Хотя Он Неплохо Шар Тит Впивается В Сайфера И Один С ХП У него Гинус От Сайфера У Сайфера 7 ХП Осталось У Самого Чувствовал Это Сайфер Смотри Сейчас Не Ой Лол Вот Это Провал Для Эвела Можно Было Замашнить Но Не Получилось Это Сделать Попытки Замашнить Эвел Собственно Немножко Зафейлил Ну Здесь Что-то Сам Эвел Неправильную Позицию На Красную Набрал Когда С ним Боевал На Шар Надо Было Ракетами Бомбить Все-таки Наверное Хотя Он Неплохо Отшахтил Ну Ладно Ему Сейчас Просто Все Заново Нужно Собирать Да Мега Скоро Красный Тоже Скоро Мега Рэд Сейчас Будет За Сайфер На Сам Деле Потому Что Успевает Он Сто Процент Ворваться И Смотри Сайфер Лол Интересно Это Эвел Сразу Все Понял Неужели Это Стратегия Была Сайфера Такая Глупая Какая Получилась Стратегия Не Ну То Смысл То В чем Он Пытался Принять На Отступление Понимал Что Эвел Не Будет Бороться За Рэд Ну Не Знаем В принципе Все Проигроки Приходят На Тайминг Не Ну Смотри Об этом То есть Как бы И Смысл Это Просто Мэм Геймс Он Понимает Что Эвел Не Будет Бороться За Рэд Ну Если Это Так То Пусть За Щетку Несет Тогда Давай Зачетку Не Ну По Моему Да Ладно Мне кажется Это Вполне Такой Момент Который Читаем Для Сайфера И Для Эвела Это Такие Игроки Которые Как раз На этом Они Друг Друг И Переигрывают Потому Что Аим У них У Обоих Очень Высок И Это Такой Уже Получается Больше Доль Рандом Как Бо Пере Аим На Аном То Они Передаем Привет Буггейму Мы На Первой Странице Так Вейд Сегодня Не Такая Как Битва Титанов В рамках Достаточно Длительного Турнира Минус От Эвела Между Прочем Второй Уже Раз Он Минус Сайфера На Красный Не Успевает Если Там Сайфер Прям Стоит То Но Он Не Стоит И Эвел Успевает Сейчас Эвел Простантер Возьмет И Будет Слушать Ой Минус Сайфера Здесь Да Здесь Минус Хотя Рейл Еще Урод Не Не Все Равно Должно Урод Два Выстрела Сделал Можно Думаю 180 Еще Сделать Ну Так То Да Но Ты Попробуй Попробуй Там Стоит 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 Типа Подсек Видимо В момент прыжка Как бы Получилось Что Сайфер Подпрыгивал И его Вытолкнул Просто Как в Мортал Комнате Подсечка Такая Чайка Да Да С разворотом Еще раз Получает Преимущество Насейвал Один фраг Замечал Замечал Тенденция Есть Аэро Вообще Не стреляет Уже Пока Модель Получится На землю И уже На асфальт Принимает Такой Казано Простой Относительно Предыдущих Сех Рейвов Рейвов Не попал Пегаси Простой Не Пегаси Не Не Ну он целился Очень много Времени Там было До прицеливания То есть Он не такой Который Ты там Мгновенно Поднимаешь И вертикально И стреляешь Закатывает В асфальт Подсказывает Хопс Принимает На асфальте И закатывает В него Ну 55 Минута Синхронизация По времени А красный Только не знаю Нырнуть Хорошо Уже 80 Дал Можно Нарять Хорошо О Точно Здесь Надо Сайфер Спрыгивать Да Я это понимаю Уходят Смотри Значит Эвил Ушел По 25 Возьмем У тебя Эвил Нет? Да Эвил Мигу Уже Забрал Но 60 Кп Меньше Нескоро Нескоро Красный Стал Варкинг Ну да В этом плане Конечно Да Хорошо Что Есть кому Доказать Потому что Совсем Я думаю Настолько Киборг Слушай Ну реально Он Уже Столько Не проигрывал Он За сегодня Мне кажется Проиграл Больше Чем За последний Месяц Да Тебе Карты Целы Конечно Жестко Ну ты говоришь Рафик Там вообще Бомбит Да Ну он Не проигрывал Ну лоу Рафик Конечно Тоже Еще Один Робот Минус От Эвил На 10 Хитах Да ладно А что На полкишок То полкишка Нету Недавно Там Забирал Я даже Не знаю Даст ли Преимущество Фраг Вообще По моему Только Еще В минус Больших Благами Ну В клане Позиционном И А полкишок Вот сейчас Кстати Можно Полкишок Было бы Проверить Принял решение Эвил Спрыгнет Конечно Всеми путями Бежать Слушный Полкишок Он зря Там Кажется Не проверил Хороший Поджим Шафтом Очень Грамотно Сейчас Эвил Нашафтил Пытается Срулить Рулем Красный Сейчас Будет Появляться Поджим В этом Зигзаге Оу Оу Тут Сейчас Такой Дерект Да Сейчас Снять Между коленок Действительно Прошла Эта Базуха На что-то Не попало Ты видела Она же Как-то Сквозь Да 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 Прямо Реально Между коленок Нет Рафик Не участвует В этом Турнире Естественно Потому что Америки Очень Плохой Пинг Там 200 Не Был бы Вообще Было Интересно Смотреть Да Если бы Еще Рафики всяких даханги потому что в америке много хороших игроков ой вот это блин вообще мощно 10 секунд до красного наверно шахта выходе под контролем вы не попал базука хорошо бы зашла опять начали лаги видимо не смотри 57 просто видимо так тактикал от рыкал про прогнел да 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 точно 83 я уж подумал так это ролик тогда тактик берем на контроль плееров чтобы сразу мьютить всех если чё 15 желтых надо понять сейчас красный ну конечно то вел на позицию что значит н динейдж нинжа мутант толп чертлс да кажется бомбил нормально это же на это собственно пока упадет спадет так сказать pink в очередной раз у сайфера сейчас у сайфера опустится слишком слишком главное чтобы слишком там все не опадало как будто чтоб все-таки какой-то а то я вел да сразу начнет кричать чуть чуть за тридцатку у тебя что такое я не могу так играть я значит 15 см а у тебя 30 что это такое ну-ка быстро мне тут рекламу спамываю где тут увеличение см миллисекунд вот интересное что его уже по моему всегда в преимуществе по пингу почему как бы так что за чит россия как ну как да ладно ну может паспорт просто из-за паспорта он сейчас выигрывать пинге мы же мы же сейчас не только таможенный союз нас же еще там какая-то так сказать объединение наших стран практически воссоздание советского союза будем надеяться да 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 вот в районе все равно пинг жестковат конечно жестенько жестенько так я отойду на секунду сейчас вернусь давайте оценим пока анализ по игре сильно значит восьмая минута у нас две минуты до конца у сайфера 100 к нулю есть желтая лежит эвил у нас стоит уже на позиции с красным и у него весь веопен бар сайфера нужно сейчас просто сыграть в тайтлую игру взять желтый взять сверху шарды только очень аккуратно шафтец обязательно но это еще рейлов надо попасть что побить сейчас 120 на 200 на 200 дамаджа всего лишь навел кстати переигрывает сейчас 3 200 но сергея 3000 алексея но правда на косарь 2 200 получается по шафту урона у эвила и 1200 то есть на целый косарь эвил перестреливать сейчас сафир больше выбирает рокет рейл а эвил у нас все таки по шафту так ребята все ли в порядке на стриме вы мне пожалуйста ответьте в чатике напишите все работает так я проверяю players и конечно спасибо большое но вы все на прицеле товарищи кто сидит реально буду уютить потому что это во время игры вообще очень печально когда начинают трещать но сейчас пока как бы это самая картинка зависла фиксит ну да видимо про это было речь так сейчас я заделаю дела дальше восстановилась но его сайфер поставить шанс просто грамм сейчас понять не в коем случае на красной нить и желтый ушел на я думаю что на шафт или на раэл сейчас пока что вообще не в курсе где находится какой локации сафир это пауза кстати вообще дар для сафира пойдет сейчас нужно очень аккуратно очень и са и кавилл в принципе он он думает что сейчас будет сафир пожале на красный должен понимать должен чувствовать встань там и несу в этом на желтого уже потому что сейчас отрежут а затем заперти находится но его я думаю сейчас все таки а нет нет нужно дотянуть тогда то вертайм было встать в центре послушать но фрага все таки это не отыграть не знаю тайминг в принципе тайм-аут данный чуть пользу играл наверное только убыток нервов сайферу 32 матчбол или как он там называется когда одна победа остается отделяет игрокам что решающая карта пьюр павел сутки забрал слушаете вы должны наставить а то мне здесь спать продолжаться вот у меня особо сейчас не в коменте не поворачить само удовольствие порать то я не могу ну и вот все всем спасибо кто слушал давай тебе приятно смотреть а я тебя послушаю спасибо давай удачи тебе спасибо заставай и симвестер перепутал перепутал у нас сайфер симвестер последняя карта решающая ребятушки дорогие мои но она еще может кстати не последний быть вполне может быть что сайфер катнет и тогда собственно продолжится действие а напомните за кого мы сейчас будем смотреть за злого будем смотреть а не так как ты написал сервож я был только что был а тогда за сайфера а точно был эвел ах ты ж значит будем смотреть за сайфера да за кефира будем смотреть может реально стать эта карта решающий сайфер готов эвел тянет время это волнует сайфера волнует в том плане что он волнуется за пинг конечно конечно все это привет мурзик давно не заходишь к нам вот смотрим за сайфера начинает он на шафте что-то по-моему мы уже это наблюдали сегодня а мы он играл с пашей точный на и он пашу кстати обыграл плотненький у нас финал получается 100 на 140 сайфер злой стратег еще тот конечно не попадает здесь сайфер 200 армора сейчас есть можно проатаковать него можно выбить мегу хорошо продамажил подсек здесь 7 лавой рэлдан получает контроль на желтом понимает что ушел через джампер уже неплохо впивается скоро красный через через что будет заходить сайфер минусует здесь 7 ло скорее всего ой-ой-ой сглазил походу будет ли врыв но лучше не врываться вот в такой ситуации лучше нет еще и спиной развернулся и убил его это просто эпическая фаталити сейчас произошло мы сейчас понаблюдали с вами просто дыренька не на балалайке неожиданное и в общем-то эти пляски спасли сайфера непонятно каким образом потому что он вошел спиной не увидел его но все-таки его проминусовал что это было непонятно 170 армора у сайфера опасный контроль тут хорошо залетела базука мега скоро появится пытается сайфер сверху отконтролить но лучше уже лучше смещаться хороший такой спам из базук рейл попадает ой-ой выпрыгивает в сейчас и у меня аж залагало у меня залагало от такой жесткой аркады но в общем-то его был заминусован отлично все у него получается пока у сайфера до волнительная игра сегодня действительно мощная такая заруба 200 армора у сайфера упаков минус савил 3 0 хорошее хорошее начало для сайфера пока я не может стабилизировать игру мига здесь будет за сайфером просто на халяву рэд тоже не успевает туда явно и вел опасно сейчас опасненько опасненько да напрягает вот туда оттуда откуда с решеточек рейлган прилетел такой нежданчик неплохой стек попытка брыга вырвана нижней желтой и нижней желтой кстати остался но сайфер понимает что в первую очередь нужно забирать мегу 200 практически 200 вот сейчас этим шардами . 200 200 стек сайфера 10 секунд до красного мега сейчас будет сайфер здесь аккуратно подходит слышно что верхний желтый забрал и таймит смотрите таймит мегу но нет не вел сейчас ошибается увидел мегу не увидел сайфера великолепно здесь все реализовал сайфер вообще практически дэмджу не получил красный будет сейчас забирать ну и в общем то хорошая ситуация для него складывается на нижнем желтом попытка приема выпрыгивать опасно ушел его понимает сейчас это сайфер контролит на верхней желтой о сейчас мега с красным разменяется не попадает сайфер рейлганом его там даже еще так потупил буквально секунду-другую и прыгнул на мега хэлс верхний желтый за сайфером ни в коем случае расслабляться сейчас нельзя сайферу опачки странно что стал чекать вниз потому что первоначально мне тоже послышалось что наверху но когда сайфер перевел вниз я подумал может я как бы ошибся но я не ошибся ребят под фриза это у меня потому что слабый комп как бы ой 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 как здесь нежданчики ворвался собственно сайфер и его его телепорта там поджидал минус эвел 70 хп остается у сайфера 5-0 опачки сейчас спилит практически спилил 13 хп и какой вообще с разворота просто сверту хана залетает здесь рейлган от сайфера минусует шестой раз уже эвела до 50 армора на 50 хп 60 минусы вообще хорош очень-очень уверенно отыгрывает sinister сайфер блин и сейчас мы возможно действительно будем смотреть пьюр вот по такой игре пока что пьюр очень близок к нам практически вся все семь карт будут отыграны это будет конечно волос давно такого не было хорошее сражение залетела базюлька 107 стармора хорош попадает здесь великолепный рейл сайфер не попадает в решетках оу-оу-оу отстретился неплохо от этого базуки пытался и сервил на там стать на нежданчики взять но не вышло сайфер здесь уходит забирает мегу эвил красный сейчас появляется через пять секунд скорее подконтролировать да сейчас будет сайфер потому что начинает уже видимо включать рулевого включать капитана так сказать ой как шлепнуло прямо как ремнем сейчас по заднице получил сайфер включает видимо сайфер рулевого уже так сказать вцепляется в баранку и начинает давать такого замороженного руля уходит телепорт здесь просто он скакивать будет слышать что что эвил выходит на нижний желтый мега сейчас лежит и хорошо что сайфер здесь рядом потому что он услышал тайминг не смог подконтролить но тайминг получил смещается к аптечке даже не выходит на решетке потому что понимает что эвил там будет пытаться принять видеть своего оппонента две минуты остается до конца 9 фрагов отличное преимущество для сайфера чтобы выиграть эту карту ну и давайте посмотрим получится ли у его это сделать 10 секунд до красного хорош великолепно вот это подсадочка сколько там осталось хп 45 хп ну достаточно много но подсадочка была очень хороша зачетненько минус от сайфера 10-1 полторы минуты до конца уверенно уверенно здесь сайфер очень сыграл и в этом моменте и вообще всю карту отлично отыграл и нас по всей видимости с вами ожидает кьюр последняя решающая карта которая решит кто же кто же из этих игроков в мае месте станет чемпионом лиги 125 фпс вот такие вот дела у нас дорогие сейчас будет 3-3 по картам и сдается сдается фарфейте тэвил джи джи будет у нас кьюр удивительнейшая просто удивительнейшая игра великолепная игра сегодня показывать с обоими игроками это круто ребятушки с вами лдру вот что еще можно сказать по этому поводу ребята это жестенько что можно сказать подписывайтесь на канал но гудгеймите чтобы навсегда быть в курсе чтобы видеть все какой призовой 15 тонн получает первое место плюс 40 процентов от пожертвований плюсуйте трансляцию на иска 2 тв подписывайтесь на гудгейме в общем-то квейк на этом канале мы стримим постоянно каждый день 9 часов приходите и смотрите разные интересные персонажи у нас тут вот с бейзом мы великолепно постримили сейчас к сожалению последнюю карту он не постримил потому что уже достаточно поздно возможно возможно нам еще достанется с вами интервью с эвелом не факт но возможно то есть он написал что эвел написал что если получится то нормально если нет то нет игра вот такая игра на уровне когда ты отыгрываешь 3 3 ребята это концентрация очень высокая это очень много моральных сил тратится на это эмоциональных моральных возможно и физических потому что напряженные руки клавиатуры трясет все очень такая ситуация постановка вот поэтому как бы неудивительно будет если он откажется его можно будет понять но мы конечно же конечно же надеемся что мы зададим вопросом вопросы сергееву орехову я на всякий случай вам предлагаю подумать об этих вопросах чтобы вы хотели спросить у потенциального чемпиона ну если он проиграет точно не согласится вот а если победит то возможно все у нас с вами ох ребятушки одна одна карта осталась одна карта 10 практически минут нас отделяет от того чтобы мы поняли кто же все-таки чемпион кто же реально крут в этом майском 125 fps капе лиги лиги 125 fps это лига естественно но у тебя как-то приелось мне называть ее в общем то вот так вот такие вот у нас дела вот привет думкин какой паса я не могу тебе дать пас пас гудгейм точка ру вот заходи на трансляцию я надеюсь ты уже на трансляции создаешь нагрузочку нагрузочку чтобы мы не уходили с первой страницы полу киллер один поставить да ну вы смеетесь что ли провоцируйте меня да смотри за зло ну так мы сейчас и будем смотреть за зло потому что предыдущую мы смотрели за эвила ой за сайфера соответственно теперь будем смотреть за злого пинг пока 80 еще вот опять короче вот эта вот тема зулч рэдди вы вы готовы блин реально вот этот чувак это как раз вот этот же чувак который пашу пробесил тогда что замьют от его кто это вообще такой и к нему вообще и забан но по моему это сакастер короче там просили мин спросил их как сакастеров ладно последний раз мы простим так и быть забавил лучше это француз да это француз кстати зубич привет нам тут информация прошла совершенно как бы неужели определились с датой лан пачкапа зубич поведай нам пожалуйста эту информацию скажи что ты об этом знаешь как организатор этого мероприятия что ты об этом знаешь скажи нам дорогой мьютить его ну да но сейчас ладно еще но последняя карта очень оставим его размьюченым французы блин француза не пишешься педики спрашивает его готов ли сайфер и похоже ну хочет хочет чтобы стабильно точно работал интернет да видимо что-то слышала в общем-то зубич права возможно ну скажи зубич ну поведай поведай людям люди же хотят знать где новость на goodgame ну как же так поехали поехали у нас начинается последняя карта решающая дорогие мои решающая мапа эвил против сайфера 125 fps cup май 2014 года с вами elder ru и все решится именно на кьюри 26 кп оба сейчас просто на лалах просто на лалах сейчас оба мега появилась рл нету у эвила выходит подконтролить на полкишок сейчас может забрать мегу похоже заберет ой великолепно зашли две базуки сейчас можно на лестнице попытаться пропушить не получается 90 хп остается у эвила переходит он на красный сейчас очень важный момент для эвила нужно забрать красный желательно без штрафа получается у него это сделать ждет видимо сайфер желтый опасно хорошая позиция аккуратен эвил мегу пока не берет слушает оппонента сверху попытался проконтролить через третий этаж 5 секунд до красного и хорошие хорошая ситуация вывел сейчас контроль за ним выходит на третий этаж дилет тайминг красного просто этими мувами он заделал на 55 себе забирает 20 соответственно минуту 2 минута 220 короче говоря в общем будет этот красный сейчас интересный момент что же будет весь в апон бар кроме плазмогана собственно ненужного его есть желтый появился сейчас будет мега разница с красным будет три секунды по нему и смотрите как четко хорошо здесь подкрадывался сайфер но эвил разрулил ситуацию запрыгивает на этот бортик на полтиннике пытался подловить великолепный директ на лестнице там не проходит базука но я пытается догонять здесь желтый желтый за сайфером и все желтым за сайфером соответственно сайфер ушел попыточка через через окошко здесь поддамажить хитер хитер бобер 200-200 стекло вела не хочется никому отдаваться здесь 2 секунды до меги хороший директ залетает ну там не директ возможно просто про коцал красный забирает эвилл выходит на второй этаж не дает не дает забрать мегу красавец хорошо прочувствовал что сейчас будет делать сайфер на мегу нужно здесь переходить я вело забирает мегу 25 секунд будет разница хороший кстати плохой тайминг потому что следующий он его не пкд возьмет видимо или пкд нет не пкд ну тогда нормально 200 армору эвила собственно пушки все имеются очень и очень аккуратен вымеряет каждый выстрел здесь и вел понимаешь что даже слаги тратить то собственно и не стоит мега появилась сейчас появится красный и будет ситуация что два девайса будут на карте неплохо здесь эвилл отошел но сайфер забирает мегу сейчас может остаться здесь на меге воу воу совсем слаб там сайфер минус сайфер похоже здесь сейчас будет уходит уходит огородами просто огородами великолепно все делает эвилл приходит под контроль и сейчас может здесь минусовать на полтиннике минус сайфер 1-0 побел у нас эвилл на этой карте скоро собственно уже экватор но пока только один фраг всего за эвиллом ну и в общем то контроль контроль за эвиллом что самое главное для сергея орехова минус сайфер 2-0 2-0 пол карты уже отыграно мега сейчас на лежит естественно сайфер на нее выходить не может потому что стека нет пушек нет ничего нету все плохо только желтый за сайфером с базук он здесь выходит да конечно мораль сейчас очень тяжелая у сайфера близок-близок сайфер к тому чтобы победить давно не обыгрывал эвила уже два фрага его отделяют от этого ну и всего ничего остается 400 большим минутам того чтобы реализовать здесь но не получается никак реализовать забирает полкос просто чтобы сайфер вот он на халяву не утащил если что хороший мув от эвила забирает он здесь мегу нечем подконтролить сайферу рейлгана по всей видимости у него нету 5 секунд до красного хорошую базуку здесь дает сайфер ну смотрите блин на пяти хитах эвил здесь уходит лол просто лол если сайфер это понял ему нужно прямо сейчас врываться 50 кп сего у эвила 80 кп у эвила один рейлган пытается пытается поджать больше чем рейл теперь держит эвил и красный он здесь скорее всего заберет спокойно накрывается сайфер базуку получает просто по голове директом очень много дэмэджа наносит минус сайфер 40 до печально становится все для сайфера угорает эвил уже почувствовал победу давит морально минус сайфер 50 какая боль какая боль эвил сайфер 51 или 60 три минуты до конца потек кефир подсказывает в чатике но может еще собраться еще вроде как время есть но пять фрагов отыграть крайне сложно будет просто невероятно сложно и для того чтобы закомбечить конечно нужно убивать просто в ближайшие пять секунд да не зря болели минусует сайфер две минуты остается до конца если сейчас сайфер начнет просто фраг за фрагом штамповать то вполне может успеть главное ему прочитать оппонента прочитал здесь оппонента ой лоу ну как же жестко и грустно здесь все получается не попадает минус сайфер ржет ржет эвил специально морально морально давит красавец все правильно делает минус сайфер 71 остается буквально полторы минуты до конца да тяжеловато тяжеловато уже практически нереально для сайфера здесь выиграть ну один хелс выживает эвил забирает сразу полкишок мига лежит красный лежит 100 на армора застается здесь эвилу 8-1 минутой 15 секунд остается до конца до конца этой встречи ну это гг 9-1 да ребята это джи-джи директ заходит не попал на на джампаде кстати прикольный прострел джампера немножко если там вправо прижаться то как вы видите можно заминусовать едешь на кукон все джи-джи джи-джи сайфер спрашивает едет ли эвил на кукон уже эвил доволен доволен эвил интересно ответит или нет хорошо было бы потому что ну да 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 угорает да нет спрашивается going to cook он не отвечает сайфер уже победил эвил ну вернее эвил не отвечает уже он победил чувствует победу мы поздравляем эвила сергея орехова с этой победой с этой тяжелой тяжелой рабочей победы которую он одержал над сайфером алексеем янушевским не отвечает не отвечает пока хранит в тайне сергей ну вот вот джи-джи ну же давай скажи едешь или нет град поздравляет сайфер с победой давайте посмотрим скажет ли он все же нет ты ответишь дисконнект и оффлайн лол